Хоба! Привет! С вами доктор Влад Старопоранче. Да это Миша меня что-то сегодня разбудил. Уж очень он захотел на улицу. Ну вот, ну ничего, нормально всё. Смотрим, что. Ну сегодня нет таких страшных новостей, как вчера. Насчёт того, что вино собирались, значит, приравнять к хлебу. Наверное, это они Библию, что ли, читают там наверху. Наверху у вас готовятся ко встрече с Христом. И вот у Христа там всё время вино и хлеб, вино и хлеб. Ну вот у них там что-то перещелкнуло. Решили приравнять самогонку к булочкам. Ну ладно. Ну сегодня тоже вот Дмитрий Быков, например, пишет, что гражданская война... Наехи. Гражданская война – это нормальное состояние России. Ребят, я ехать читаю. Мне не всё там нравится. Совершенно не всё. Вот. Ну я читаю то, что нравится. Ну не только с Эхо. У меня есть Яндекса, есть новости. Ну вот Дмитрий Быков считает, что гражданская война – это нормальное состояние России. Ну я не буду читать статью, но я с ним согласен. В общем, потому что всё время война идёт какая-то. В России всё время с чем-то воюют. То с урожаями воюют, то с окружением врагов воюют. И в общем постоянно... И правильно мне вчера многие тут написали, что Россия как нехорошая дочь. Америка кормила её, кормила вот когда СССР распался, да, вот эта вот гуманитарка. И до этого ещё тоже было. А потом вот опять уже Америка плохая. Как немножко так оперилась, да, с нефтью с этой, с дурацкой. Ну почему дурацкой? Ну потому что в России всё превращается в дурацкой. На нефти можно было бы разбогатеть, бог знает как, всем. Вот. А разбогатели только наверху. Вот статья Игоря Николаеву. Что не так с официальной российской статистикой? Ну он доктор экономических наук. Он знает о чём пишет. Действительно доктор. Ну вот сейчас меняют российскую статистику. И он в своей статье плавно подводит к тому, что просто статистика не нравится. Вот когда во времена Сталина была перепись населения, они прекрасно знали, что если они плохо перепишут, их просто расстреляют. Вот. Ну и вот сейчас тоже. Ну статистика, она всё правильно говорит. Если посчитать, то уже пятый год идёт понижение всего, чего только можно. И вот они пытаются как-то выкроить какие-то данные, не берут уж самые плохие, понимаете. Ну недовольство плохим показателем. Вот у него здесь отдельно есть даже заголовочек, понимаете. Всё рушится, ребята. Другой статистики нету. Ну посадили нового начальника. Ну что теперь? Рушится, конечно. Вот смотрите. Техногенные пожары. Ведь постоянно в Подмосковье из-за пожара на трубопроводе без газа остались более 800 человек. Раньше это было нечто из ряда вон выходящее. А сейчас, ну всё время пожары. Потому что старенькое всё, ребят. Всё старенькое, всё рушится. Ну чё ж тут непонятного-то? Да, у нас в Чикаго есть тоже пожары. И вот чуть не каждый день там где-то дом загорелся, где-то что-то ещё, да. Но техногенных нет вот таких больших, чтобы какие-то кафе горели. Или на каких-то заводах. Вот недавно в Нью-Йорке был взрыв-трансформатор. Так это вообще ужас какой-то. Причём мало кто пострадал. Собственно люди не пострадали вообще. А с электричным быстренько переключили на другую линию. Вот и всё. Ладно. Техногенные катастрофы. Да. Именно вот такие крупные, масштабные. Постоянно. Ну и сами ещё добавляют. Вот в Москве на ВДНХ минувшей ночью вырубили белорусский сквер. Уничтожено за одну ночь что ли. Более 120 деревьев и свыше 300 кустарников. Что такое? Непонятно. Дальше вот тоже интересно. Уже какой день, что якобы в США паника из-за авангарда. Ну вот запустили этот российский комплекс авангард. И какая-то значит купольная корреспондент написала, что это ах, ах, американцы в ужасе. Как теперь жить? Да. Вот немецкое издание назвало комплекс авангард новогодним подарком для россиян. И заявило, что эта разработка заставила нервничать военных в США. Даже сами россияне воспринимают это, знаете, с юмором. Комментарии так идут, идут, идут у меня. Даже сами россияне воспринимают это с юмором. Значит, в кавычках, это не поле увлечения. С собственными глазами видел, как американцы по этому ихнему Пентагону бегают. Туда-сюда паникуют. Даже Ванга об этом когда-то писала. Да. Ой-ой-ой. Господи. Боятся, да. Да никто внимания не обращает. Ну я рассказывал уже про слона и зайца, да. Что сделал заяц со слоном. А слон с зайцем. Ежики в тумане. Вот, ребят, собственно, ради чего я сегодня. Вот самая такая толковая статья. Геннадий Гудков очень интересно пишет. Каким ожидается новый 2019 год? Вот он дает личный прогноз. И он практически вот в детали совпадает с моим. Он пишет. Не стоит сразу ждать резких перемен. 31 декабря. Ну опять комментарий. Да что ж такое. Пробую дать мой личный прогноз. Значит, ага. Это он. Это Гудков пока еще. Не стоит. Я буду комментировать. Не стоит ждать сразу резких перемен. 31 декабря плавно переходит. Всегда плавно переходит в 1 января. Никаких эпохальных рубежей. В условном отрезке времени нет и быть не может. Давайте включим логику и обратимся к факту. Ну тут я с ним и согласен. И немножко не согласен. Ну да. Все правильно. По календарю 31 декабря. Переходит в 1 января. Ну, ребят. Тут все еще дело в том, что вот с 1 января именно вот очень много в России будет повышения цен. А вот люди в магазин пойдут, да. За той же водкой. Потому что январь это пьянварь. Пьянварь в России. Вот. И посмотреть, о, какие цены. Да, и сразу хмель спадет. Вот в чем дело. Ну, а с другой стороны общее, конечно, стране так-то русские никуда не собираются выходить. Ни на какие демонстрации. Вот. А в январе, ну, у всех запозже, до 15 числа, там вообще ни одна организация не работает. Я это знаю прекрасно. Это помню. Ну, ладно. Ну, вот он дальше, Гудков, делает глобальные выводы. Ресурсы вертикали исчерпаны. Кадры тоже. Никаких надежд на обновление политики нет и быть не может. Президент правит страной почти 20 лет, и ему уже поздно становиться реформатором. Кроме того, он физически стареет, все меньше общается с народом. Да. Ну, вот эти работи, шахтеры, врачи подставные, это, конечно, из числа сотрудников СОО, это не все. Даже их меньше стало. Вот в чем дело. Вокруг него до безобразия лояльная придворная, практикующая главную науку аппаратного выживания. Говорит, что хочет слышать вождь. И лежи. Вот. Ну, и, в общем, изоляция власти от общества. Да, действительно, они живут в своем каком-то мире. Кроме того, Гудков пишет, что президент все больше утрачивает контроль за ручным управлением российской державы. Ну, ему скучно просто. Да, я согласен. Ну, ему скучно. Вот надоело уже, ребят. 20 лет одним и тем же заниматься. Говорят, если человек 20 лет играет на скрипке, он автоматически становится евреем. Вот интересно, кем Путин-то стал уже за 20 лет в одном и том же дерьме копаться в российском. Он сам же это дерьмой создал. Ну, вот дальше Гудков пишет, что подковерная борьба какая-то есть. Но она не ахти. В общем, чахлая линия, вот что нужно смягчать ситуацию, искать компромиссы, не трогать бизнес. Ну, это очень чахло их немного. Ну, сейчас, правда, вот Путин что-то какое-то там, какие-то указы подписал насчет животных, насчет смягчения каких-то статьй Уголовного кодекса, вот наказание для репостов. Ну, это капли в море, это семечки. Ну, чего следует ждать от 2019? Вот он пишет, что вы ничего хорошего. Это понятно. Вы экономите застой, снижение жизненного уровня, дальнейшее падение рубля, сокращение инвестиций, нарастание безработицы, массовой нищеты. Все правильно. Все будет дополняться разгулом вооруженной криминальной преступности. Привет с Донбасса. Да, конечно. Они туда будут, оттуда уже все, Донбасс себя изжил. Они будут оттуда валить назад, в Россию, с оружием, естественно. Дальше вот он пишет, нарастание более, еще более изощренного воровства должностных лиц. Ну, да, действительно, что только не придумать, тоже вот вино приравнять к хлебу. Вот он пишет, новые шокирующие дела и разблочения не заставят себя долго ждать. Да, это верно. Ну, а в ответ, жесткие санкции, ухудшение отношений с США, с Европой и так далее. Возможно, будет нарастание недовольства широких масс. Ну, не знаю, вот тут он еще пишет, серьезное расширение мусорного протеста. Ну, Гудков, это просто его, так сказать, конек, вот этот мусор, он все время с этим мусором борется. Ну, в общем, мне кажется, тут не до того. Да что ты с ним, с мусором? Уже россияне привыкли к этому мусору. А вот насчет жрать будет нечего. Это да. И будут всех сажать. Вот он говорит, что в Кремле там деветочки. Одна такая слабенькая, вроде полегче, ребята, ну, давайте уж как-нибудь. А другая это силовики. И силовики будут злобствовать. Сейчас там уже вырастили таких, которые выполняют любые приказы без, как говорится, без рассуждений. Ну, в общем, да, видимо, будет плохо. И я так думаю, что все-таки вот я дожидался в ноябре санкций. Ребят, я почему дожидался? Не потому, что я хочу, чтобы стало плохо в России, а просто потому, чтобы вот в конце концов это обрушилось бы, вот все вот это дерьмо, да. Вот. И началось хоть что-то новое. Ну, вот в ноябре санкций не было, но они будут в марте, в апреле. Вот я так и думаю, что где-то к моему дню рождения 19 мая уже что-то резко изменится. и свой следующий год в этом мире под этой луной я встречу уже снова Россией. Мне кажется так. Всего хорошего. До свидания. Доктор Влад с вами. Продолжение следует...